МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все лето на территории школ Лобинского района проводились оздоровительные смены. Всего около двух тысяч учащихся посещали пришкольные лагеря. В пятой городской школе к организации летнего детского отдыха и оздоровления подошли, как всегда, творчески. Кроме привычных игр и соревнований, ребятам устроили знакомство с современными детскими писателями. Так как в этом году исполняется 75 лет Владиславу Петровичу Крапивину, мы, конечно же, спланировали так, чтобы направить работу на изучение творчества биографии Крапивина. Мы начали с изучением биографии, чтением книг, произведений Крапивина. Затем конкурс рисунков провели. Но и сегодняшний праздник – это был итог нашей работы в нашем лагере. Но эту работу мы продолжим и в начале учебного года. Праздник, на котором удалось побывать в нашей съемочной группе, был посвящен созданию поздравительных открыток Владиславу Крапивину. Осенью он отметит свой юбилей. Прообразами для фотооткрыток стали герои произведений замечательного детского писателя. Вообще, приобщением к чтению в пятой школе занимаются не первый год. Современную литературу стараются читать и учащиеся, и, конечно, учителя. Мне нравится повесть Владислава Крапивина. Бедство рогатых викингов. Главный герой – мальчик по имени Джонни. Лето для Джонни и его друзей выдалось неудачно. Почти все ребята из их компании разъехались кто куда. Зато команда соперников, только Самохина, осталась в городе в полном составе. Но, несмотря на неравные силы, Джонни и его друзьям удалось победить соперников благодаря смекалке, оранжевой краске и в газе бабки Наташи. Я не знала, что есть даже такие современные писатели и рассказы такие классные. Я прочитала много рассказов Владислава Крапивина. Такие как «Путешественники не плачут», «Брат, которому семь», «Костер». У Владислава Крапивина самых главных героев. Мальчишки, которые попадают в разные истории, познают что-то новое, защищают слабых. А главное – дружат и дорожат своей дружбой. Каждый день экскурсии, мероприятия, спортивные соревнования. Завтра, например, идем в спектакль. Здесь у меня появилось очень много новых друзей. В лагере мы прочитали очень много о творчестве Владислава Крапивина. Но больше мне понравились два произведения. Такая была «Планета» и «Костер». Второй год мы работаем по программе «Чтение». Вот есть такое всероссийское направление – продвижение «Чтение». И хотелось бы, чтобы в школе была такая замечательная программа, которая бы позволила нам привлечь к процессу чтения, вдумчивому, осознанному процессу чтения, какую-то часть наших школьников. Пускай это будет сначала 10 человек, 20, 30. Ну и хочется, естественно, достичь потом какого-то результата в этом плане. Почему мы начали работать с этой программой? Почему мы начали создавать эту программу? Потому что посмотрели элементарную статистику чтения по школе, как читают дети. Но посмотрели статистику, как читают взрослые. И более всего нас удивили даже не дети, читающие либо не читающие, а поразили нас взрослые. И, наверное, я ни для кого не открою секрет, что мы начинать надо с себя. Мы сами взрослые читаем очень мало. И даже наши уважаемые учителя русского языка и литературы, к коим я и отношусь тоже, мы читаем и перечитываем классику, но мы ничего не знаем о современной подростковой литературе. Нас поразила статистика. Тот факт, что Россия сейчас находится где-то на последних местах в 60-х рейтингах среди читающих стран мира. Ну, как-то задержало, знаете, обидно. Вот решили начать с себя. Решили начать с коллектива. И на заседании Педагогического совета, итоговом в июне месяце, мы включились во Всероссийский фестиваль «Летнее чтение-2013», куда были предложены 10 книг о школе, об учителях, о детях, о проблемах детей, о проблемах подросткового периода. Я еще раз вернусь к тому, что вся проблема в том, и все наши федеральные государственные образовательные стандарты, все проблемы детские в школе, ну, может быть, не все, но будем говорить, что 80% проблем неуспеваемости, либо неуспешности ребенка, они связаны с тем, что дети не умеют читать. А взрослые не читают в первую очередь, и не читают, начиная с того, что не читают детям сказки на ночь. Отсюда не прививается интерес к чтению, не развивается образное мышление, и в том числе возникают сразу море проблем, как реальных школьных, так и жизненных, жизненно важных и необходимых, что намного важнее, может быть, чем сам процесс обучения даже. «Лето» — это маленькая жизнь, которая способна поменять сознание школьника, все время повторяют учителя. Именно книга может научить ребенка совершать правильные поступки. А герои произведений детских авторов зачастую становятся кумирами. Мне очень нравятся произведения Владислава Петровича Крапивина. Он очень много написал книг, но одна из них мне очень понравилась — «Колыбельная для брата». Там все герои играли очень интересно, но больше всего мне понравился Кирилл Векшин. Он смотрел на все неприятности с открытыми глазами, даже когда его обвинили в краже кошелька. И он пытался разобраться со всеми его неприятностями. Они спасали людей от лесного пожара. Все герои почти похожи на наших друзей и на меня. Я тоже хочу такой же стать сильной и умной. Сегодня я побыла на замечательном мероприятии, потому что очень много мы говорим. И с экрана телевидения, и по радио звучат возврат к чтению, что мы перестали книги читать. А практически почти никто этим не занимается. И вот сегодня это просто пример работы учителей, детей, библиотекарей. И, конечно же, под руководством директора Лилии Кишвардовны сделано замечательное мероприятие. Пусть это будет первый шажок. У нас вот среди народного образования, в Лобинске, среди школ, ну это как бы маячок уже, к нему надо стремиться. А чтение... Мы в библиотеке всегда принимаем людей, читателей, с удовольствием будем принимать. И нам было сегодня очень приятно побывать на таком мероприятии. Не забывают в пятой школе и об использовании современных технологий. Чтобы еще больше заинтересовать детей в чтении, руководство школы организует прямую связь с современными авторами через скайп. Общение удалось наладить уже с несколькими писателями. Хочу начать вот с одной книги двух замечательных авторов, Андрея Жволевского и Евгении Пастернак, книга «Я хочу в школу». Какой родитель, какой учитель, какой директор не хотел бы, чтобы эти слова замечательные говорили наши дети? Какой должна быть школа, чтобы ребенок произносил эти заветные слова? Вот на этот вопрос отвечают Андрей Жволевский и Евгения Пастернак по-своему. Кстати, участвуя вот в этом всероссийском фестивале «Летнее чтение-2013», мы теперь вот имеем прямую связь с этими авторами, это муж и жена. Имеем мы на прямой связи с Мариной Арамштам, это редактор приложения газеты «Первое сентября», приложение «Начальная школа». И это авторы, которые открыты для общения, это авторы, которые интересны. В этой ситуации летнего чтения интернет был нам только в помощь. Мы нашли всероссийский портал «Чтение 21 века» и нашли это движение про движение чтения. Мы через интернет связались с писателями, о которых я вам только что сказала. Используя интернет-ресурсы, мы создали уже часть буктрейлеров по книгам, которые будут демонстрироваться на большом экране, которые мы покажем детям и думаем, что тем самым заинтересуем их в процессе чтения. И когда интернетом человек умело пользуется, и этот человек, который не в одноклассниках просиживает, ведя вот эти обывательские пустые какие-то порой разговоры, а когда он самореализуется, когда он находит для себя что-то важное в нем, это совершенно другой уровень. Я думаю, это понятно всем. Летнее чтение – это один из этапов книжного флэш-моба, который продолжится в пятой школе и в период учебного года. В сентябре, например, запланирован фестиваль буктрейлеров на прочитанные книги. Так что юным любителям чтения не до отдыха. Субтитры создавал DimaTorzok